горячий горячий чай точно горячий так раз раз привет по связи привет мои дорогие всем привет добро пожаловать на канал анны ракаевой улыбнись анечка это тоже анечка девочка с которым у которой мы будем брать интервью ребятки смотрите в каком мы красивом турецком месте напоминаем мы находимся в стамбуле а на террасе которая всем известна называется на пьер лати пьер лати мы сейчас зашли потому что холодно мы до этого позавтракали и решили продолжить рубрику точнее я решила уговорила анюточку они думают ну надо же прилетел из мира в стамбула она меня мучает да ребята это все для вас я просто делаю все для вас и так я напоминаю что у нас рубрика интервью и иностранка в турции да ну ладно ну что ж тогда мы будем начинать интервью если вам интересно оставайтесь с нами все что связано с турцией с переездом с выбором страны с изучением языка с общением с родственниками воспитание ребенка все 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 эти вопросы есть час задам наши прекрасной красивой молодой мамочки анечки которая у нас с украины мы оказались соседками когда-то анечка тоже открыла мое видео на ю тубе какое-то да это был наверно турецкий язык вот и спасибо да турецкий с удовольствием ну я же все с удовольствием делаю и всем рекомендую итак мы с ней познакомились она большая умничка что все-таки приехала тогда ко мне домой это была первая это до встречи до до года назад молодец умничка и мы сейчас хорошо с ней общаемся дружим я не только ее преподаватель турецкого языка но я считаю и друг правильно нет так начинаем так анечка представься сколько тебе лет 23 года анютка сколько ты живешь лет в турции два года в каком-то городе живешь измер каких-то городах была в турции кайсере мула истамбул и анталия 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 ты отдыхала там в отеле да я помню это рассказывала хорошо ты живешь в измере скажи пожалуйста вот я так поняла в стамбуле вот кардинально ты первый раз ко мне в гости прилетела до пересадками через через я поняла ну какое-то впечатление у тебя же стамбуле уже есть правильно ты можешь сравнить там на людный город это можешь сравнить измери стамбул ты знаешь из-за того что я ничего особо не видела стамбуле я сравнить не могу но вот буквально мы тут два дня туда-сюда гуляем ходим ты видишь людей видишь улицу погода сравнить да расскажи вот сегодня на что у нас сегодня пятнадцатая ой нет 16 марта да возьми ли солнце правильно когда я улетала было солнце сюда прилетела сразу тучи набежали тучи набежали вот такой у нас там был дождливый как как лондон да анютка почему турция почему не польша ведь у нас на половину полячка так сложи это любовь любовь эта тема уже интересно любовь как ты познакомилась со своим мужем а где-то там отдыхала самом измеря отдыхала вот видишь в старбакс супер старбакс объединяет измирский все девочки вы поняли вы поняли где искать себе мужа вот там вот хорошо они сказали пожалуйста измер какой город самый лучший город самый лучший город но если посмотреть на исторические корни измер это же смирно да это греческий город и говорят что там живут много греков и очень мало закрытых турчанок практически европейский говорят корр очень мало может эти женщин закрытых действительно очень мало мусульман а просвети вот народ кто такие оливий ты знаешь сама так и не поняла особо у меня муж оливий но как по мне это просто смесь христианства и ислама да они не ходят там в мечети они молятся 5 раз в день они едят свинину не знаю как по мне особо большого отличия нет но когда я об этом говорю моему мужу он начинает очень сильно нервничать и злиться как это как это очень большое отличие я поняла анечка а вот скажи пожалуйста а если бы тебе сейчас предложили с измера переехать в другой город турции какой бы ты город выбрала если бы сейчас но вот именно сейчас вот сейчас это скорее всего был бы какой-то большой город по типу стамбула по типу стамбула в маленьком городе мне нужно движение движение это жизнь если когда мы берем старые нам предложат переехать то я бы переехала кайсер потому что такой знаешь очень спокойный семейный городок до старости мне нужно движение движение анютка а если у тебя лучшие подружки уже за то время когда ты живешь в измере вот именно измирские девчонки с которыми ты проводишь много времени как ты с ними познакомилась вообще как ты знакомишься с людьми в измере у меня есть две подруги с которыми я познакомилась еще с прошлого года когда я еще была беременна и у них деток нет я познакомилась через фейсбук в группе русские жены из мира и есть еще одна девочка с ней познакомилась в преге это программа для мам молодых у нее тоже есть дочка но они старше нас и им уже год и три если я не ошибаюсь мы встречаемся очень часто с ней как вы проводите время в измере все вместе где гуляете на набережной дышим свежим воздухом если дождливая погода или что-то не ладится мы идем в торговый центр там можем ходить по магазинам либо же сидим дома вместе с детьми развлекаем я поняла анечка а ты чем ты занимаешься в турции или сейчас ты пока в декрете планируешь заниматься планирую а чем бы тебе хотелось заниматься в турции вот что мое образование и тут не подходит совершен кто-то у нас по образованию тебе и высшее образование серьезная дама с нами тут а ты хочешь поступать на кого на врача на доктора ты нас будешь доктором девчонки так что не волнуйтесь доктору съесть какой будешь доктор или педиатр или кинеколог я считаю что и этот выбор и тот очень отличный замечательный поэтому все 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 я думаю да кто смотрит это видео мысленно пожелали тебе удачи и ты обязательно поступишь и обязательно исполнишь свою вторую мечту стать доктором умничка молодец анютка чем занимается муж в двух словах не надо нам адрес ну неважно типа инженер агроном 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 он хорошо любит свою работу любит ну последнее время из-за того что отношения с россией не ладятся и агробизнес не ладится вот видите как мы снимаем интервью поэтому быть мамой это не помеха чтобы гулять пить солеп пить чай который мне уже стоит снимать видео завтракать на улице гулять по городу путешествовать хоть в украину хоть в амстердам конечно наоборот ребенку будет интересно все он будет познавать мир и боже он будет интересоваться тем что делает мама правильно и будет любознательным малышом хорошо анютка где ты рожала жалеешь да сколько ты когда ты переехала в украину по срокам беременности сколько на шестом месяце то есть до этого ты вела здесь беременность я думаю что многим девочкам то что каждая девочка это потенциально мамочка я интересно как ведут беременность здесь мою историю они знают что ты нам можешь сказать по этому поводу у меня был просто замечательный врач я его обожаю и если я буду рожать еще то только у него только с ним хоть мы и договаривались с ним что у меня будут естественные роды как он мне сказала ты не переживай у меня очень много русских девочек рожают и все рожают сами ты можешь даже не переживать но я очень сильно переживала и уехала в украину вот так вот да но все равно по итогу не все равно сделали кесарево вот так но я очень сильно жалею что я уехал ясная халя и чай рус это все еще пьем там в солеп у нас и чай я просто так сказала не прости что перебила чтобы он не шумел сейчас ты пожалела да потому что как все искать очень много разных мнений сходится и вообще те девочки которые уже давно здесь живут они много всего видели им кажется что лучше там дома где они там живут те которые там рожают думают о нет зачем я это сделала хотят здесь рожать то есть какой-то золотой середины мне кажется они не могут найти хорошо как мне уже в турции сказали врачи которые меня осматривали у меня очень хороший шов тем не менее в украине тоже тебе сделали кесарево правильно не сделали не потому что свои причины я поняла конечно вообще на кесарева есть причины осознанные там по организму смотрите мне кажется нельзя сказать что я хочу кесарева и тебе делают кесарево я не верю в эти истории когда говорят что вот я могу сама а делают кесарево есть на это определенные причины это согласно очень много есть девочек которые просто не хотели сами рожать они просто заплатили вот так даже заплатили и сделали кесарево потому что они боялись боли и не хотели я поняла я поняла ясно но не все доктора на это еще идут не все но можно найти доктора которому деньги важнее чем моральные принципы я согласна анюточка следующий вопрос как ты считаешь реально ли вот девочка вот допустим взять историю да есть девочка маша живет она в украине городе там не знаю какой такие хмельницкий лики это решила девочка маша со хмельницкой переехать в турцию давай в стамбул допустим да она решила у девочки маши нет на это средств да но есть огромное желание учиться допустим и жить здесь что девочка маша с хмельницкой может сделать поступить на бюджет она не сможет иностранка девочки маша с мельницкой обычно как могут поступить познакомиться познакомиться с каким-нибудь васей турецким закрутить роман и может быть он тогда сможет оплатить и мечту вот ей мечта вторая это выучиться здесь да и пережить разные цели конечно девочки преследуют корыстную цель жить лучше а некоторые хотят любви понимания любви понимания как ухаживает как заботиться сейчас наши мужчины закидают мои видео тапками ну ничего у меня было одно такое видео про по моему турецкие традиции свекром не рассказывала вот там меня тапками кидали все кто может но ничего как и я как и я или русских вообще славян ничего у меня очень много друзей мужчин нашей страны но просто ценностью совсем другие к примеру здесь на первом плане семья да и так чтобы глаза 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 зеркало души в наших мужчин как-то нет такой искры семейной но да да согласна есть конечно мужчины разные есть которые есть с искрой семейные но вот некоторые заняты некоторые просто сами еще не поняли что для них семья это в приоритетах вот даже я могу сказать я была в украине вот буквально неделю тому назад да и что я поняла ребята все вы супер все мы молодцы но ребята но вы же не хотите из жениться заводить детей вам круто по путешествовать поработать потусить погулять а и когда я спрашиваю про семью какая семья потом потом успеется после 35 или мне там вообще сказали после 40 так что мальчики не сердитесь не обижайтесь когда девочки 23-летние выбирают себе в мужья совсем не вас они не собираются ждать вас до 40 лет или 35 на согласитесь поэтому может мужчине 40 девочки да да я с тобой согласна если есть такие варианты это шикарно мне кажется любовь должна быть любовь всегда везде во всем удовольствием любовь и тогда жизнь будет все возрасте конечно даже настоящая любовь у них настоящая любовь так еще какая-то любовь пришла но не наша не наша вот села тут и тут будет сидеть греться он ждал когда мы выйдем уже ничего не понимает что мы говорим да сейчас такой раз и по-русски заговорил да но пусть сидит пусть сидит греется анечка следующий вопрос задаю те вопросы которые мне многие девчонки пишут и интересуются а ты когда-нибудь конечно нельзя так думать но а вдруг а вдруг тебе захочется вот сильно-сильно переехать из турции в европейскую страну мне уже хочется очень сильно-сильно уже так смотрите в эти глаза и муж тебя поддерживает правильно уж меня поддерживает но ту страну которую я хочу он не поддерживает какую страну ты хочешь польшу 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 да а муж хочет украину да украина хочет ну что ж поделать посмотрим где вы окажетесь почему вот это наверное самый важный вопрос почему вы хотите ты хочешь европейскую вообще ваша семья хочет другое место измер сказочное место люди вообще все хотят в турцию а потом почему так ну не знаю не скажи и жить тоже а потом так резко об и прожили тут лет 24 даже будет и все просто вот на данный момент для меня это не самая сказочная страна и все из-за политики я не чувствую себя здесь безопасности больше я я боюсь иногда выйти на улицу в измере тут у нас там более были теракты постоянные в измере тоже то слава богу у нас много людей не пострадало но у нас умер один полицейский спаси и сохрани я знаю что тот теракт который был в измере был рядом с вашим домом да да опасно опасно спаси и сохрани конечно что он был в другом городе это повезло это повезло за день до этого он прям там обедал на том самом месте да ты что но видишь боженька бережет все равно ангелы-хранители оперекают и после того ты потеряла уверенность безопасности до своей личной ну и ребенка естественно потому что ты ребенок одно целое ладно фиг со мной я уже хоть чуть-чуть пожила но ребенка жалко конечно конечно да насчет безопасности я думаю это самый важный пункт на что нужно обращать внимание сейчас вообще когда едешь ты в турцию отдыхать до или думаешь планируешь переезд потому что все кто будет все кто смотрит видео тем или иным способом я думаю в голове какие-то мысли закрадываются переехать до слушать сейчас сейчас будет а вы анна петровна что думаете по этому поводу я воздержусь пока что от своих мыслей в общем потому что это затянется видео надолго надолго я хочу делать такое коротенькое но по важным вопросам и анечка с тобой прошлись может ты что-то от себя еще хочешь добавить что я не спросила тебя подумай подумай или хорошо анютка давай так пожелай всем девочкам мальчиком который планирует переехать в турцию какие бы ты наставления дала вот представь ты девочка а не которая только собралась приезжать в турцию и еще есть девочка а не одна которая тебе дает наставление который уже прожила два года что ты пожелаешь что девочки они с украины это девочка ничего не боялась потому что когда я приехала я не слушала никого мне говорили ты ничего не знаешь ты не знаешь страны города языка и дома и не сидела ни дня дома сейчас я знаю весь из мир я могу добраться в любую точку города на общественном транспорте пешком это я в прошлом году языка вообще не знала главное не бояться главное поставить себе цели и идти постепенно постепенно да самый важный вопрос это язык как я как преподаватель твоего турецкого могу с легкостью сказать у тебя большой прорыв потому что ты захотела естественно нет предела совершенству но ты как от тебя ты все-таки ученик учитель это учитель а ты ученик правильно пожелай девочкам который изучает язык вот что ты им бы хотела пожелать правда будьте здоровы с чего им начать с чего им начать или как им быть или сразу ко мне идти я не знаю для кого как но я училась сначала по твоему видео да да для меня мне это ничего не дало потому что мне важно мне важен контакт сразу обратная связь живая да я так не могу учить по видео по книжкам не нужно чтобы кто-то сидел рядышком не рассказывал поэтому когда мы только сколько мы с тобой три месяца в общей сложности занимаемся и за эти три месяца я реально говорю вот эту слава богу да для меня большая была похвала когда ты сказала когда к родственники к вам приехали и когда сказали что ты тут-фу-фу понимаешь и общая анечка ты общая ты разговаривали с моей свекровью если честно я думала ой сейчас буду красить потому что свекровь же всегда заходит и видит с кем я занимаюсь я думаю ну все потом же мне тоже надает а-та-та а ты молодец и так ей и так ей умничка анечка за воротом за воротом но все равно добилась всего и рассказала все молодец так значит желаем всем быть смелыми красивыми любимыми ничего не бояться успеха всем политика политикой а жизнь красиво в солнце в тепле и в любви и в ласке заботе и в измире всем хочется хорошо я в свою очередь хочу тебе сказать спасибо за то что ты приехала ко мне в гости в стамбул ты большая молодец спасибо в измир кто знает может мы в измир когда-то переедем кстати мой муж мне говорил что у него есть такая мечта жить в измире да да значит срочно нужно ее исполнить пока мы не переехали куда-то ну на месяцок можно попробовать анютка люблю целую пока пока и как мой муж этот после видео снимаю пейзажи а